МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы была любовь, уважение, взаимопонимание, чтобы в Новом году рождалось побольше у нас детей, чтобы мы не старели душой, чтобы были такие молодые всегда и радовались жизни, что Господь нам дает. Хочется пожелать еще мира, добра и благополучия всем в Новом году и всем ангелам-хранителям. Новогодние и колядные святы – час реализации жаданья, милосердности, миру и любви. Доброчинную акцию Стародятловицкой больницы Сестринского догляду провели активистки громадских объединений «Клуб деловых жанчин». До пациентов установы гости завитали с подарунками и святочным настроем. Дмитрий Котов протягни. Стародятловицкая больница Сестринского догляду оказывает медицинскую допомогу людям пожилого взрослого и инвалидам, больше из которых застались безродных. Зараз тут находится больше 40 пациентов. Первый визит «Клуба деловых жанчин» в эту установу отбылся в 2006 году. С того часу члены громадского объединения николи не покидают без уваги пожилых людей. Что год проходят доброчинные акции, подчас яких пациенты отримывают подарунки. В эту первую шаргу предметы, необходные для комфортного проживания. Постельные приналежности, столовая мебля. Летость порошений старшини Гомельского Абалвыконкама у Владимира Дворника с допомогой спонсорских сродков у Стародятловицкой больницы провели ремонт. Великий дякую вам, дороженьки, что приезжаете на нас, не забываете нас. Лёс укор на свой и не ведаешь, где и коли, за что и как. Покинуть себе дети и едут некуда, далёко-далёко и забудут просидеть. У нас много жанчинок, до яких мамы не приезжают годами. Не с пустыми руками приехали гости и на гетераз. Пациенты больницы отримали подарунки, а головная – крыху уваги, якой часом так не хапая ему житти. Пожилые люди обмерковали с гостями новины, вспомнили минулое и отримали зарад бадёрости на долгий час. Никто не застався без уваги. Гости подошли до кожного. И кожному надали час, как выслухать и повиншовать со святами. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, никогда не бывает, знаете, просто мы приехали, побыли и уехали. Здесь лицо каждого человека, глаза каждого – это просто целая история. Вы видите, как они рады, как дети тому, что к ним приехали. Прикоснуться к руке, наверное, большего счастья нет. Внимание почувствовать, что ты нужен, что ты не один – это так важно. Дмитрий Котов, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Акцию под названием «Суды на коляды» проводит в ГТД областная пионерская организация и комитет БРСМ. Их активисты повиншовали с колядами Новым годом выхованцев Брагинского и Октябрьского центров коррекционно развивающего научения и реабилитации. Хлопчики и девчинки отримали у подарунок сертификаты на набытье компьютерной техники. Для выхованцев у Петриковского специального училища, закрытого типу легкой промысловости, а кроме подарунков гостей подрихтовали наглядные научальные допоможники. Сертификат на 10 миллионов белорусских рублев и другие подарунки отримали так же выхованцы Мазирского детского дома. С подробностями корреспонденты телеканала «Мазир». Доброчинная акция «Отсюда на коляды» пройшла по городу Гомельской области и подарила теплое клопо тем, кто это имеет великую потребу. Напередине колядных святых гоноровые гости наведали и Мазирский детяшый дом. В рамках данной акции все районы нашей области собирают подарки, пожертвования от населения. Пионеры делают свои трудовые какие-то акции, первичная организация БРСМ для того, чтобы каждый ребенок смог получить подарок, получить новогоднее настроение. Если, ну, так уж бывает иногда, что не до каждого доходит Дед Мороз. Гости ведома приехали не с пустыми руками. Выхованцы отримали цацки, настольные угольные, канцелярские товары и солодкие подарунки. А спортивная зала детяшого дома худко пополнится новым иментором. Для этого активисты пионерской организации и БРСМ привезли подарочный сертификат на 10 миллионов рублей. Гроши и подарки збирали же хары у всей области. У ходе акции отсюда на коляды. Безусловно, и взрослые многие верят в чудеса, а для ребят эти праздники особо ожидаемы. И большое удовлетворение мы получаем от того, что способны прикоснуться к этой частичке чудо и подарить ее детям. Примаюча боку, догуни застався. Делегацию ребяты сустракали вельми гостинно, подрахтовали святочный концерт. Мазырский детяшый дом стал первым адресатом акции отсюда на коляды. Подарунки у святочные дни так само отримали юные же хары Брагина, Петрикова и городского поселка Октябрьске. Екатерина Юрченко, Светлана Груцкович, Слав Прописнов. Телеканал Мазыр специально для телерадио-компании «Гомель». Надворье, якое установилось и у опошние дни на территории в области, створяя соправды святочный настрой. Мразы – особливая подстава для радости аматоров зимовой рыбалки. Озеры и реки привабливают шмат рыбаков. Однако, по словах специалистов, областной организацией «Асвод» займаться зараз ловлей небеспешно для життя. На данный момент ясно полностью не завершено формирование ледяного покрытия. В связи с чем, во многих местах оно недостатково трывалое. На озерах в области толщиня леду складая от 3 до 10 сантиметров, на реках от 2 до 7. Самая великая небеспека может шекать аматора у рыбной ловли, каля так званых промоин. У большинства выпадков яны прикрыты снегом, и тому оценит ситуацию вельми складана. На жаль, в этом году уже отбылся несчастный выпадок. В Першахастудине на протоц и раки Сош потонул рыбак. Мужчина выбирал место для рыбалки и провалился под лед. Хотелось бы обратить внимание, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Во-первых, воздержаться пока от выхода на лед. Во-вторых, если рыбаки находятся на льду, то должны при себе иметь личное средство спасательное. Прежде всего, это жилет, который позволит продержаться человеку на воде до оказания ему помощи со стороны других лиц. В ближайший час на Гомельщине чекается невеликое потепление. Калядные морозы крыху изменят свой суровый характер и отступят. По передних прогнозах синопты, каузаутра у свято дня народжения Христова в регионе будет в облачных с прояснениями. На большей части территории чекается короткочасовый снег. На особных участках дорог гололюдится. Ветер у сходни 2-7 метров за секунду. Температура поветра у ночи опустится до минус 8-13 градусов. У день будет варьироваться от 6 до 10 градусов. У пятницу восьмого студене характер на дворья на Гомельщине истотно не изменится. Слубки термометров у ночи покажут до минус 15, при прояснениях до минус 17. У день до минус 12 градусов. У наступные дни в регионе так само чекается короткочасовый снег. На дорогах гололюдится, махчим и туман. У субботу температура поветра у ночи будет вагаться от минус 8 до 13 градусов. У день от минус 2 до минус 7. У неделю ночные температуры складут минус 5-10 градусов. При прояснениях до минус 12, дённые 0, минус 5, месяцами до минус 7. 12 открытых и 2 крытые катки працуют зараза областным центры. Что день тут отпочивают до тысячи хамельчан и гостей города. Як организованы вольный час у областным центры у зимний период, расскажет Яуген Пабалавец. Вот таких крытых катков у Гомельской области усяго 2 и обо два у областным центры. Система подморозки дозволяя працавать без пропынков и перабоев. Перапады температур тут не страшные. Каток може працавать и при температуре поветра до плюс 5 градусов. Або два крытые катки пачали прымать наведвальников яше в листопаде. Что день тут отпочивает от 300 до тысячи хамельчан и гостей города. Паклопотились у лады и проты, понимая махчимость и проехать на крытые лядовые пляцовки. Со студеня працует 12 катков у школьных дворах. Прошим рыхтует катки загадя. Капперапады температур зимой нияк не уплывали на их работу. В течение учебного года контролируется санитарное состояние, техническое состояние катка. А при необходимых погодных условиях заливается каток. И если погодные условия меняются, то, соответственно, в течение суток возобновляется снова его работа. Попадли как специалисты на такие открытые городские пляцовки, что день приходит не меньше к 100 подлетков. Кто просто на коньках, а кто и с клюшкой в реце. На всех катках можно кататься на своих коньках. На крытых катках и в некоторых школах есть послуха по аренде инвентару. Кошь символичный. Такие школьные катки працуют у весь светловый день. Головная капнодворья с прияла. А вот крытые лядовые пляцовки однодворья не залежат. Тому плануется, что порцевательные будут до середины красовика. Евген Побловец, Игорь Марышенко, Телерада, компания Гомель. Новины региона, информацию об проектах Телераде, компания Гомель вы можете узнать на нашем сайте у интернет. По адресу www.tevergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова